Здравствуйте, с вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Недалеко от вокзала в Варшаве нашли тело мертвого украинца. Полиция выясняет обстоятельства смерти. С 1 февраля в Польше серьезное ослабление карантина. Все ли останутся довольны от изменений? Почти полмиллиона иностранцев получили карту побыта в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса приезжие охотно решаются на продление своего пребывания в Польше. Украшения и аксессуары для дома, мебель и произведения искусства. Все это можно найти на ярмарке антиквариата во Вроцлаве. В Польше почтили память узников концлагеря с Венцем. 76 лет назад были освобождены тысячи людей, неизбежно обреченных на смерть. А теперь подробнее. С 1 февраля в Польше серьезное ослабление карантина. 28 января на специальной пресс-конференции объявили об отмене некоторых ограничений в канцелярии премьер-министра. С 1 февраля состоялись три изменения. Открытие магазинов в торговых центрах при сохранении санитарного режима. Отмена так называемых часов для пенсионеров. Больше не будет специального времени в магазинах для пожилых людей с 10 до 12. Открытие художественных галерей и музеев максимальный предел – одно лицо на 15 квадратных метров. Также стало известно, что рестораторы, которые все чаще бунтуют против правительственных ограничений, могут ждать отмены запрета на свою деятельность в нормальном режиме еще до 1 марта. Ожидается, что подобная судьба также касается и владельцев отелей. Дистанционное обучение для учащихся 4-х и 8-х классов было продлено еще на две недели, но оно также может продлиться до конца февраля. Недалеко от вокзала в Варшаве нашли тело мертвого украинца. Тело мужчины было найдено вблизи улицы Киевской, которая находится рядом с железнодорожным вокзалом двоже в сходне Варшаве в канале тепловой сети. Вечером 26 января службы Варшавы обнаружили тело 43-летнего мужчины. Как оказалось, это был гражданин Украины. На место происшествия был вызван врач, который сообщил о смерти. Пока нет доказательств того, что посторонние лица способствовали смерти найденного человека. Более точная информация будет предоставлена после проведения вскрытия. На данный момент полиция выясняет обстоятельства смерти 43-летнего украинца. Если у вас есть какая-либо информация об этом происшествии, просьба сообщить в полицию. Стало известно, сколько иностранцев в Польше имеют карту побыта. В настоящее время почти 460 тысяч иностранцев имеют действующий вид на жительство в Польше. В прошлом году это количество выросло чуть больше, чем на 34 тысячи человек. Эпидемиологической ситуации, связанной с этим ограничением путешествий, побудили иностранцев продлить свое пребывание в стране. Особенно это касалось граждан Украины и Беларуси, которые ранее в большей степени использовали возможность временной миграции. На 1 января 2021 года в Польше 457 тысяч иностранцев имели действующий вид на жительство. Среди них граждане Украины около 250 тысяч человек, Белоруссии около 30 тысяч человек, Германии около 20 тысяч человек, а также России, Вьетнама, Индии, Италии, Грузии, Китая и Великобритании. Согласно данным Управления по делам иностранцев, в 2020 году наибольший прирост среди иностранцев, которые поселяются в Польше, касался граждан Украины на 29 тысяч человек больше, Белоруссии на 3 тысячи человек больше, а также Грузии, Молдовы и Южной Кореи. Большинство иностранцев имеет разрешение на временное проживание, которое может выдаваться максимум на 3 года. В настоящее время 272 тысячи человек имеют именно этот вид документа. Группа иностранцев, имеющих право на постоянное проживание, составляет около 100 тысяч человек. 76-летие освобождения немецкого нацистского контракционного лагеря и разрушения Аушвицца. Освенцим был самым большим лагерем, основанным немцами. Лагерный комплекс Освенцим составляли три больших лагеря. Освенцим-1, Освенцим-2 Беркенал и Освенцим-3 Мановиц. В Освенциме погибло более миллиона людей, девять десятых из них – евреи. Каждая из четырех самых больших газовых камер помещала по 2000 человек. Надпись над входом в лагерь гласила «Arbeiten махфрай», что означает «Труд ведет к свободе». Реальность была прямо противоположной. Труд стал еще одной формой геноцида, которую нацисты называли «уничтожение работой». Жертвы, которые избегали немедленной смерти, будучи отобранными для труда, систематически лишались индивидуальных черт. Им сбривали волосы, а на левом предплечье наносили в виде татуировки регистрационный номер. Мужчин обязывали носить рваные полосатые штаны и куртки, а женщины ходили в рабочих платьях. Каждый день превращался в борьбу за выживание в невыносимых условиях. Заключенные всегда голодали. Рацион состоял из жидкой подхлебки из гнилых овощей и мяса, нескольких сот грамм хлеба, кусочка маргарина, чая или горького напитка, отдаленно напоминающего кофе. Некоторые заключенные были заняты на принудительных работах в самом лагере, например, на кухне или в качестве парикмахеров. Женщины зачастую сортировали груды обуви, одежды и других принадлежавших пленным вещей, которые отправляли для использования в Германию. Бежать из Освенцима было практически невозможно. Концлагерь и лагерь смерти окружали заборы из колючей проволоки под напряжением. На многочисленных вышках стояли часовые, вооруженные пулеметами и автоматическими винтовками. В Освенциме проводились жестокие медицинские эксперименты над мужчинами, женщинами и детьми. Медик доктор Юзеф Менгеле проводил болезненные и травмирующие эксперименты на карликах и близнецах, включая маленьких детей. Одной из целей экспериментов было улучшение медицинского лечения, предоставляемое немецким солдатам и летчикам. Большинство пленных Освенцима оставались в живых только несколько недель или месяцев. Те, кто был слишком болен или слаб, чтобы работать, были обречены на смерть в газовых камерах. Некоторые совершали самоубийства, бросаясь на электрические провода. Другие напоминали ходячие трубы, сломанные физически и духовно. Однако были среди них и те, кто твердо намеревался выжить. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста. Так, каждый год 27 января по всему миру проходит ряд мероприятий в память об этом страшном месте. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса все было перенесено в интернет. Тем не менее, мероприятия онлайн были организованы на официальной странице лагеря освенцам, Всемирным еврейским конгрессом, ООН, ЮНЕСКО и МАСАВ, а также Музеем Холокоста в Вашингтоне. В некоторые выходные на площади Хали Стулеча возле Иглицы проводится ярмарка антиквариата или, как говорят в народе, Блашиные рынки. Они уже вошли в традицию города Броцлава, так как они проводятся в течение многих лет. Так, в эти выходные, 30 и 31 января, несмотря на снежную погоду, прошла ярмарка антиквариата. Тарги староци отбываются по месяц, но при Марии Магдалене 6 раз в год, в этой эдекции будет 6 раз. И на этих торгах можно практически купить все. Если говорить о прибылье людей, потому что приходят люди очень молодые, приходят люди старые, опытные, которые вошли специфичные вещи, поединенные экземпляры, которые ивентуально шукают каких-то маленьких вещей, которые им до коллекции могут служить. Территория возле зала «Столетия» внесена в список ЮНЕСКО, поэтому это отличное и часто посещаемое место, где можно представить различные, необычные, интересные вещи, которые хорошо продаются. Те, кто посещает эту ярмарку, знают, что здесь можно поохотиться на мебель или произведения искусства, которых нет в магазинах. Посещение рынка также может закончиться поиском чего-то действительно оригинального в качестве подарка для особого человека. Помимо коллекционеров, ярмарку посещают и художники, которые охотно арендуют там стенды, торгуя изделиями ручной работы, такими как украшения или аксессуары для дома. Вход на ярмарку бесплатный. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий и не забудьте подписаться. Продолжение следует...